здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у меня разбор экспресс такой разборчик вот этой вот модели уже неоднократно я получала запрос на нее вязать не буду буду не знаю не могу сказать зависит от вашей реакции модель казалось бы простая но не не простая не такая она просто как кажется вот значит я сейчас просто разберу по деталям как бы как я вижу эту модель если у вас какие-то поправки вы их обязательно пишите возможно мы соберемся но если будет у вас желание собраться в совместники связать вот такую вот вещицу что касается сразу скажу пряжи я вижу здесь какой-то под мод мохера ну и наверное я не знаю какая то еще потому что и тушится она и и она должна быть легкой вот такое мое мнение она должна быть все таки легкой потому что кардиган он такой воздушные видите там складка впереди вот объемный он такой он должен падать такими волнами это мое мнение хотя вот у них не совсем он падает хотя с другой стороны смотря какую фотографию посмотреть вот и их есть несколько в некоторых вариантах он вроде бы каких падает ну то есть как бы по ощущениям моему да я не знаю я его я не щупала это я так поняла кучинели из ранних коллекций вот не сейчас вот если смотреть на модель со спины смотрите тут складка такая некрасивая совсем ну если вообще быть совсем честной не моя эта модель я бы ее не носила вот скажу так почему объясню люблю с капюшоном потому что прикрывает мою сутулость вот и там где двойная вот запах спереди двойной мне кажется мой живут там будет еще больше это чисто мои такие визуальные свойства значит как я вижу выполнение этой модели основываться я буду вот на спинку я ее нарисую модель у нас оверсайз смотрите там достаточно сильно спущено плечо почти на половину вот руки ну до локтя имею ввиду ту часть до локтя руки вот в половину у нас спущенный рукав и я бы сказала что здесь окружность бедер плюс 20 сантиметров на на свободу облегания то есть на оверсайз вот не могу сказать есть там скос нет там скоса но в любом случае лично я бы его сделала этот скос плеча чтобы там и так проблемы с посадкой вот чтобы как бы снизить риски я бы этот скос сделала даже не не по 5 а возможно по 4 ну давайте возьмем классический как бы это цифру по 5 это я так предполагаю по 4 ну чтобы снизить еще эту но возможно не очень красиво получится вот это вот складка на передней детали и маленький все-таки я бы здесь сделала вот буквально допустим 9 и два раза по 3 3 3 3 3 горловину давайте я еще раз здесь продублирую горловину спинки значит это как бы не обязательно 9 здесь 3 3 3 3 вот таким вот образом я бы сделал вот далее основываясь уже на эту спинку что нам что мы мы видим как бы впереди девчонки впереди мы видим запах воротника как такового нет у нас там есть подгибка цель навязанная вот и что мы начинаем где-то вот здесь вот в этом месте у нас этот запах застегивается да то есть у нас получается передняя деталь идет вот так вот это я функтируем и нарисую как я вижу эту деталь и вот так вот да то есть если у нас тут 100 петель вот так то я бы десятую часть оставила на вот эту вот на застежку вот допустим если 100 петель то я бы для передней детали набрала 90 до 90 минус 10 процентов минус 10 процентов вот вот этот кусочек и тут кусочек тут естественно будет тоже ну вот как его носить в расстегнутом виде и больше не будешь носить ну я же говорю опять же это моё мнение девчонки захотите мы можем сообразить вот здесь вот получается что у нас две пуговицы да и я бы набрала 90 петель минус 10 10 процентов до этих петель и плюс вот тоже смотрите у них вот здесь вот одинарное полотно и как я вижу вот допустим вот это вот нам нужно здесь количество я забыла про про это про складку нет не забыла вот видите казалось бы простая модель но она не такая простая значит а здесь у нас вот я вижу складку я вижу подгибку представляете я что-то совсем значит у нас тут плечо плюс вот эта вещь значит вот это вот такая вот у нас детали еще сейчас я нарисую подгибку вот здесь вот где пуговица ряда наверное рядов 10 провязана вверх тут у нас по 4 ряда резинкой один на один и здесь и по спинке вот а вот как сделать переднюю деталь точно знаю что вот это расстояние вот ширина передней детали здесь у нас то количество петель которые у нас на плече вот допустим 25 это образно да у нас 25 петель должно уйти на плечо плюс смотрите там складка и складка плюс 10 сантиметров вот 10 сантиметров это у нас пусть будет сколько же это будет пусть будет 16 петель равно 16 петель то есть 25 плюс 16 у нас 40 одна петля оху это я вам говорю расчет на плечо потому что здесь вот будет этот как бы залом ну то есть складка до классическая складка вот так вот она здесь у нас горловина вот эта складочка уходит туда к рукаву и вот мы на нее даем 10 сантиметров то есть вот от этого количества петель мы отнимаем вот это которое у нас должно по итогу остаться для то есть это вот эти вот 25 не обязательно 25 это у вас будет свое число да и плюс 10 сантиметров в моем случае 16 петель для складки вот складка там и дает вот этот вот объем если вы не сделаете складку вот не будет этого объемного эффекта который как бы изюминка этого кардигана и как раз та вещь из-за которой я бы его лично не хотела и вот здесь вот девчонки нам что нужно этот остаток 90 петель но хотя это понятное дело что здесь будет видите у меня уже разброс 50 петель да мне нужно сократить вот здесь вот у нас идет хороший такой скос где-то не знаю не знаю петель пять раз по одной петле в каждой во втором ряду вот здесь вот далее вот вы распределяете сокращение сколько петель вам нужно сократить вот по всему вырезу нам видно вы знаете вот сейчас вот объясняю так и задумываясь над самой моделью все-таки ее надо кангну конкретнее более тщательно разбирать но в любом случае вот эту вот часть вам нужно сократить до рассчитать те петли которые вам нужно сократить чтобы получилось ваше плечо плюс 10 сантиметров на складку и вот как я вижу эту подгибку она не сначала там потому что ну вот я вижу именно по вот этой вот как бы фотографии что она потом как бы отсюда где-то добавляется по одной петли там она пода счется вот и где-то сантим петель наверно на 10 8 10 петель вот так добавить начале каждого ряда вот такой вот уголочек здесь будет и потом вы вяжете ее цель на вязаную а вот эти вот сокращения вот если вы набрали 8 петель то сокращение вы делаете вот после 8 петель вот то есть эти восемь у вас вяжутся теперь как подгибка 8 вяжется здесь вот это да этот воротник сокращение у нас получается вот здесь и вот видите что я еще не посчитала что вот эти восемь петель которые у нас уходят на воротник нам нужно добавить сюда плюс восемь и всего у нас получается сорок девять петель на плечо это из основного полотна плюс восемь петель на подгибку и 8 петель из основного полотна и восемь петель подгибки вот она подогнется останется вот рабочая версия как бы вот ну в смысле готовая версия вот здесь вот будет сгиб это подгибка уйдет сюда и потом довязывается еще как бы на загибку на спинку сюда вот то есть это цель навязанной с передней детали и здесь сошьется петля в петлю я в общем да я кстати села снимать это видео и я думала что тут все просто просто да не просто да и объяснить не просто и связать не так уж просто я думаю в общем пишите свои мнения я надеюсь что я вам помогла девчонкам которые просили хотя бы этот разбор если не мастер-класс ну вот вот так я вижу вот именно эту вещь вот такая вот цель навязанная это танка вот здесь у нас она на крючок там цепляется соответственно здесь она тоже цепляется везде чулочная гладь кроме краешков по 4 рядок резинка один на один как бы здесь хоть с узором нет заморочек что у нас с рукавом а рукав у нас просто вот так вот неровно я бы сказала что здесь какие-то сокращения но он набран отсюда вернее или пришит или набраны с проймой связан на три четверти рукав не длинные в общем рука тоже спинка и рукав это все просто а вот не просто вот эта вот вещь задумалась я задумалась короче вы мне девчонки напишите вот возможно вы видите как-то по-другому потому что я очень часто от вас учусь вот на данный момент я вижу так возможно я завтра утром проснусь я буду видеть по-другому на данном этапе это так во всяком случае детали кроя вот они выглядят так но пока я даже не понимаю я вот вроде бы как на передние детали вижу подшиту эту планочку она подшита вот ну в общем девчонки если на сегодня мне сказать больше нечего вот так вот я вижу эту модель 150 раз повторила пишите что думаете вы вот с удовольствием почитаю ваше мнение хотя последнее время мне даже комментарии никогда читать вот а я с вами прощаюсь на сегодня с вами была вика школа рукоделия всем пока пока